Привет! Слышали выражение? Location, location, location. Когда вы думаете покупать недвижимость, в Америке вам скажут. Есть три фактора, которые вам необходимо всегда рассматривать в первую очередь. Location, location, location. На русском это означает место, место, место. То есть там, где находится дом, да? А почему, знаете? Давайте поговорим. Привет еще раз. С вами я, Нара, риэлтор в Вирджинии, в Северной Вирджинии, в Америке. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о трех самых важных факторах при покупке дома. На английском американцы говорят location, location, location. То есть всегда нужно покупать, рассматривать три самых важных фактора. Это место расположение дома в первую, вторую, третью очередь. Потом уже все остальное. А почему? Не задумывались? Ну, давайте подумаем вместе. Смотрите, когда был кризис недвижимости, кризис вообще всей экономики в Америке, самый наименьший удар попал на район Вашингтона DC. Почему? Потому что здесь работа была всегда, unemployment был меньше задет, чем где бы то ни было в стране. Потому что здесь очень много правительственных офисов, здесь очень много юристов, которые с этими правительственными офисами работают. А также здесь очень много технологических компаний, которые держат здесь очень большие свои офисы. И из-за того, что люди не очень сильно пострадали от потери работы, соответственно, цены на дома здесь тоже очень сильно не упали. Они упали, но они не упали так сильно, как, скажем, в других районах страны. Так вот это то, что касается региона. Почему место расположения региона очень важно? Но скажем, вы приехали в это место, в наше место, в Северную Вирджинию, допустим, Вашингтона, округа Вашингтона, потому что у вас здесь работа. Ладно, хорошо, вы здесь оказались, вам нужно здесь покупать дом. Тут уже как бы и без вариантов. Почему дальше второй локейшн важен? Смотрите, если у вас есть дети, вы обязательно должны думать о том, куда они пойдут в школу, какую школу они пойдут. Если вы думаете, что ваши дети пойдут в частную школу, которая стоит очень много денег, на самом деле, но там образование действительно хорошее, то тогда вам, в принципе, не суть важно, где покупать дом, потому что вы за эту частную школу будете оплачивать сами, а вы просто будете смотреть там, где вам удобно к этой частной школе жить. Большинство людей здесь, особенно выходцев из бывшего Советского Союза, не считают нужным платить за частную школу. Я, например, одна из них, у меня замечательные дети закончили общественную школу бесплатно, и я очень довольна. Но при этом нужно всегда смотреть те школы, которые пользуются большой популярностью, и которые хорошо показывают результаты именно образования, воспитания детей, потому что там очень много уделяется внимания спортивным программам, общественным программам. Поэтому там не нужно не только смотреть на академическое, но и на общую картинку. Так вот, дома, которые принадлежат к участку частной школы, то есть здесь школы, дети ходят в школу туда, куда они прикреплены по месту жительства. Здесь есть такие вот границы участков, называется boundaries, где вы можете проверить, если есть вопросы, как это сделать, пожалуйста, звоните, с удовольствием я вам расскажу, как в каждом конкретном каунте это происходит. Но вы должны понимать, что если вы покупаете дом, то к этому дому обязательно будет три школы прикреплены. Elementary, middle и high. Начальная, средняя и, как она называется, я бы не сказала, что она высшая, но вот последние четыре года это high school, это, наверное, самое важное в школьной карьере вашего ребенка. Так вот, чем выше рейтинг у этой школы, тем больше дома будут стоить. То есть вы можете купить, допустим, таунхаус, три спальни, две ванны, да, ну, скажем, в Удбридже, да, где школы, ну так, ну не очень, если честно, там просто нужно искать очень хорошую школу в общей сложности, там в общей, как бы, картинке школы не очень, да, поэтому там и цены гораздо дешевле, чем, скажем, вы будете искать точно такой же дом в Fairfax County, где в общем школы и так очень хорошие, а если вы еще и найдете там дом, где школа просто замечательная, еще и в самом каунте, соответственно, цены будут гораздо выше. Дом может быть один и тот же абсолютно. То есть от школ очень много зависит, и если у вас есть дети, вы понимаете почему, потому что вы тоже хотите, чтобы ваши дети учились в очень хорошей школе, чтобы им был дан очень хороший старт. Еще один аспект location – это транспорт. У 100% населения, конечно, здесь есть машина, но если вы покупаете дом в шаговой дистанции от, скажем, станции метро, где вы можете просто пройтись, сесть в метро и уехать туда, куда вам нужно, если тем более вы работаете, допустим, в Вашингтоне, то дома, соответственно, на порядок выше. Почему? Потому что тогда вам просто нет необходимости иметь машину на каждого взрослого в доме, правильно? Это уже гораздо дешевле. И вообще дома в шаговой доступности к метроцентрам, они, как правило, на порядок выше. Если, скажем, дом находится в такой местности, где вы можете до остановки дойти, на автобусе сесть, на автобусе проехать, сесть на метро и так далее, и так далее, то есть вы, опять-таки, можете обойтись, в принципе, без машины, тоже, соответственно, дома выше, чем там, где вы без машины не обойдетесь. Поэтому тоже на это нужно смотреть. Здесь из транспорта – это метро, метробаз, автобус, который вас доставит до метростанции, и VRE – это именно поезд, который здесь соединяет многие места с Вашингтоном DC, то есть очень удобно, если вы работаете в DC, брать именно в доступном расстоянии от поезда. Ну и, наконец, здесь, знаете, чем ближе к Вашингтону DC вы находитесь, тем дороже будет дом стоить, просто потому, что вы находитесь ближе к центру, ну, я не скажу вселенной, но в этой местности Вашингтон DC – это вот самый большой работодатель, у нас практически у всех работы в Вашингтоне DC, всем обязательно нужно быть поближе к DC, поэтому чем ближе вы находитесь к этому центру, тем будут дороже цены. По школам я бы хотела пройтись очень быстро, просто сказать, что Fairfax County школы были одно время, очень долго занимали первое место по рейтингу просто во всей стране, потому что каунти довольно богатый. Сейчас это место занял Лаудон Каунти, который тоже в пригороде Вашингтона DC, сейчас очень многие хотят именно там покупать жилье, потому что школы рейтингуются номер один по всей стране. Мангаммари Каунти тоже очень хорошее место, по-моему, сейчас третье, если я не ошибаюсь. Принц Уильям Каунти, может быть, считается не самым лучшим в нашей окрестности, но если сравнивать по всей стране, Принц Уильям Каунти тоже считается неплохой каунти для школ. Поэтому тут нужно все это дело, как говорится, ресерчить, исследовать и уже принимать решения, основываясь на том, где вы будете работать, куда вам нужно ездить, потому что если вы покупаете дом в двух часах езды от вашей работы, то вы просто, наверное, к концу первой недели, вы сами себя будете, наверное, очень сильно ругать. Нужно смотреть школы, если у вас есть детки. Нужно смотреть на сами нейбоходs. Обязательно нужно смотреть на криминальную историю того места, где вы рассматриваете покупку дома. То есть это все есть на интернете, это все очень четко отслеживается, и очень многие факторы вы можете по статистике посмотреть. Но имейте в виду, что когда вы покупаете дом, вы в первую очередь должны думать о том, что вам потом его нужно будет продавать в какой-то момент, правильно? Поэтому вам нужно всегда иметь в виду, даже если у вас нет деток, и вам не без разницы, где покупать дом, не нужно брать дом там, где он дешевле всего, но при этом там школы отвратительные, потому что когда вы будете продавать этот дом, это вам аукнется, соответственно, да, вы не сможете взять цену, которую вы, скажем, взяли бы в хорошем школьном районе. Ну и такие факторы, их очень много, просто нужно всегда иметь в виду, что если я покупаю дом здесь, как мне его потом придется продать? Смогу ли я его продать потом хорошо, или это будут тоже те же проблемы, которые существуют сегодня здесь, будут существовать тогда, когда мне его надо продавать? Ну, на сегодня все, я надеюсь, что я вам объяснила, почему место расположения дома очень важно. Если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, звоните, смотрите другие видео на моем канале, у меня их очень много, гораздо больше видео на английском языке, со всякими разными объяснениями очень разных вещей. Я буду пополнять каждую неделю видео на русском языке с дальнейшими темами. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, которые вы хотели бы увидеть в видео, пожалуйста, дайте мне знать, я с удовольствием запишу видео, отвечу на этот вопрос, я занимаюсь этим уже 15 лет, и поэтому есть как бы ответы на, в принципе, все вопросы, я так надеюсь. Но если есть желание обсудить что-то конкретное, с удовольствием звоните, буду рада поболтать. Пока, и надеюсь, когда-нибудь увидимся.